Мироздание совершенно? Мир сейчас идеален? Мир сейчас идеален? Вы сказали, что он идеален. Мир сейчас идеален? Да. Похоже, что вы хорошо позавтракали перед тем, как прийти сюда. Спросите половину населения планеты, тех, кому нечего есть изо дня в день, спросите их, совершенен ли мир? Когда желудок полон, мы придумываем одну философию. Когда желудок пуст, мы придумываем другую. Не так ли? Мир сейчас идеален? Если вы преобразуете себя, вы сможете сделать многое для мира. Если вы не можете себя преобразовать, то вы будете только мешать миру. Не так ли? Просто посмотрите на себя, сколько у вас всякой ерунды. Это так или нет? Нет? Вы проживаете все 24 часа в абсолютном блаженстве? Мне не грустно. Голова у меня не забита мыслями. Я не испытываю таких трудностей. Жизнь еще недостаточно вас потрепала. Правда. Жизнь еще недостаточно вас потрепала. Спросите у любого здесь присутствующих, тех, кого потрепала жизнь. Для них жизнь предстает в другом свете. Подождите какое-то время. Вы женаты? Это благословение или проклятие Гуру? Итак, мироздание идеально. Мир идеален. Все хорошо и со мной, и с миром. Зачем что-то менять? Должно быть, мы живем как в сказке. Если вы просто откроете глаза и посмотрите вокруг, не имеет значения, какой философии вы придерживаетесь. Вы увидите, что в мире царит невероятное страдание. Не так ли? Слишком много страданий. Если вы поставите себя на место, кого-то из людей вокруг вас... Я не говорю о ком-то из трущоб. Даже так называемые преуспевающие люди. Внутри себя они испытывают невероятные страдания. В мире слишком много страданий. Если у вас есть глаза, вы не можете сказать, что мир совершенен. Если вы оглянетесь вокруг, вы увидите много страданий. Не так ли? Я не пытаюсь рисовать все в черных тонах. Но ведь страдания присутствуют. Не так ли? Многие здесь работают в больницах. Врачи. Спросите их. О страданиях их пациентов и об их собственных страданиях. Разве этого нет в повседневной жизни? Понимаете, принять чужое страдание очень просто. Но когда дело касается вас, тогда возникает проблема. Не так ли? Теперь, когда вас самих съедает страдание, вы уже не можете говорить с такой же беспечностью. Не так ли? Когда-то я был на одной международной конференции, где шли дискуссии о помощи неимущим и обо всем в таком духе. Поднялся один очень благочестивый и на вид верующий человек и сказал, «Разве это все не воля Божья? Почему мы обсуждаем все эти проблемы и пытаемся все это изменить? Разве это не воля Божья?» Если пуст живот другого человека, это должно быть воля Божья. Если же пуст ваш желудок, то у вас будет своя воля. Будет или нет? Да. Так что половина населения планеты сейчас страдает, но это ничего. Мироздание совершенно. Но если страдание приходит к вам, тогда мироздание несовершенно. Вы хотите что-то с этим сделать. Не так ли? Так что все, что происходит в Мадрасе, все это несовершенно. И если вы ничего не предпримете, тогда довольно скоро беда настигнет и вас. Не так ли? Да или нет? Если вы просто будете сидеть сложа руки, то скоро проблемы начнутся и у вас. Не так ли? Кто-то умирает? Ничего страшного. Это естественно. В конце концов, тигр же съедает козу. Но если завтра съедят вашего ребенка, тогда вы отреагируете по-другому. Не так ли? Так что не занимайтесь такими философствованиями. Сейчас мироздание наполнено страданием. Когда я говорю мироздание, я не имею в виду мироздание в широком смысле. Лучше сказать мир. Если человек исчезнет с этой планеты, тогда все будет идеально. С этим я соглашусь. Тогда это просто естественный процесс. Но сейчас это не естественный процесс. Мы создали противоестественный процесс жизни. Если тигр съедает козу, он съедает только одну козу раз в 15 дней. Вы знали об этом? Вы знаете, что тигр ест один раз в 12-15 дней, а не каждый день. Если охота будет успешной, в следующие 12-15 дней он ничего не будет есть. Но человеческая природа отличается. Человек хочет убивать каждую минуту своей жизни. Не так ли? Так что это не естественный порядок жизни. Если вы живете в соответствии с естественным порядком жизни, то когда ваш живот полон, ничего в мире не должно вас волновать. Но все обстоит не так. Ваша природа такова, что если ваш живот полон, вы захотите владеть всем миром. Вот какие вы. Так что если вы не образумитесь, однажды к власти придет некто, у кого будет достаточно могущества, и он не пощадит никого. Такое уже случалось в прошлом, не так ли? Даже сейчас таких людей много, включая вас, ждущих своего момента, но, к счастью, вы не обладаете достаточными способностями. Если все люди начнут стараться изо всех сил, если 6 миллиардов человек станут очень активными, то судя по тому, как все сейчас идет, судя по той деятельности, которую мы ведем на планете, скорее всего через 25 лет планете придет конец, если все 6 миллиардов человек станут очень активными. Но половина из них ленивые. Планету сохраняют ленивые, а это плохо. Планету должны сохранять умные, но ее сохраняют ленивые и ни на что не годные люди. Это не очень хороший способ выживать. Не так ли? Но сейчас так все и обстоит. Все станет идеальным только когда мы умрем. Пока мы живы. Это не совершенство. С этим еще что-то можно сделать. Не так ли? Да? Вы станете совершенными только когда отправитесь в могилу. Но пока вы здесь, пока вы живы. С вами что-то можно сделать. Что мы стараемся сделать? Это признак жизни. Что мы видим, что еще есть пространство для улучшения возможностей жизни. Разве этого недостаточно? Вообще-то, внутри вас есть нечто, что никогда не будет довольствоваться тем, что у вас есть. Вы это замечали? Вы можете пытаться подавить это в себе разными способами, с помощью разных философий, но вы не сможете это убить. У вас есть нечто, что никогда не будет довольствоваться тем, что у вас есть. У вас есть нечто, что хочет всего. Оно не может довольствоваться нищим меньшим, чем бесконечность. Так что я говорю вам, почему бы нам не дать этому осознанное выражение? В любом случае, это находит неосознанное выражение. Почему бы нам не дать этому осознанное выражение? Вот в чем заключается йога. Вы уже ищите это, но неосознанно. Мы хотим начать процесс, чтобы вы начали осознанный поиск. Вот и все, что мы пытаемся изменить. Не лучше ли искать что-то осознанно, чем неосознанно? Разве так не лучше? Продолжение следует...